Добрый день, господа поджироводы! В этом видео я расскажу про замену клапана управления подачей топлива на насосе высокого давления Pajero Sport 2-го поколения. Проблема у меня началась еще год назад зимой, когда при запуске я заметил нехарактерный звук работы двигателя, больше похожий на троение. За это время два раза ускакивала ошибка от Check Engine, и код ошибки характерно указывал на проблемы с давлением в топливной. Первый раз мне удалось убрать ее, прокачав на холодную магистраль, ну а во второй раз пришлось подключаться уже через мозги и проводить повторную инициализацию клапана. Что характерно, именно при холодном запуске была заметна разница в давлении между заложенным и фактически 20-30 бар. При прогретом двигателе эта проблема решалась резко перегазовкой на холостых оборотах, но ближе к лету я уже решил поменять сам клапан на новый, так как пробег приближался к 200 тысячам, и клапан скорее всего ущерпал свой ресурс. Первый анализ рынка автозапчастей привел меня в легкое недоумение, так как за оригинальный клапан на Mitsubishi просила от 20 до 25 тысяч рублей. Аналог от Nissan стоит в разы дешевле и обошелся мне в районе 6 тысяч. Насколько я знаю, оба этих клапана производят и поставляют компания Denso. Сам клапан поставляется в оригинальной коробке, он герметично упакован, на блистере указано производство Японии. В комплект входит помимо самого клапана уплотнительная резинка и два болта из нержавейки под внутренний шестигранник. Корпус Nissan аналога длиннее примерно на 1 см. Посадочный разъем и сам носик с отверстиями абсолютно идентичны. Данный клапан штатно устанавливается на дизельной версии Nissan Murano и Navara. Перед демонтажом нужно хорошенько очистить старый клапан от грязи и снять разъем питания. Дополнительно я пропшикал болты ВДшкой. Верхний болт срывал Г-образным ключом и затем уже через систему переходников откручивал его ротационной трещоткой с шестигранной битой. Можно попробовать более короткий ключ. Моим не удалось пролезть вдоль. В идеале сюда подошел имбусовый ключ с сорнирной головкой. Доступ к нижнему болту затруднен самим корпусом клапана. Идеальный вариант подлезть к нему через арку переднего левого колеса. Но для этого придется снять само колесо и фартук, прикрывающий эту нишу. Попасть в шестигранник вслепую весьма непросто. К тому же есть риски падения болтов вниз с их дальнейшим поиском и извлечением. Перед установкой нового клапана промазываем уплотнительную резинку соляркой и осторожно заводим внутрь, избегая попадания песчинок грязи. Клапан встает с легким проталкиванием внутрь до плотного соприкасания фланцев. Сама резинка должна плотно войти в радиальную канавку. Этот момент не попал, к сожалению, на видео, так как снимать было не совсем удобно, но ничего сложного в этом процессе нет. Закручиваем новые болты с моментом затяжки 9 ньютон-метров. Надеваем разъем питания и не забываем прокачать топливную магистраль. Далее следует подключиться к мозгам, запустить программу инициализации и завести двигатель. Заходим в меню инициализации клапана ТНВД и нажимаем кнопку «Начать инициализацию». Процесс этот достаточно быстрый, и при завершении внизу в строке «Состояние» должна появиться надпись «Завершено». Выходим из этого меню и переходим во вкладку «Обучение малому впрыску» и смотрим параметры работы двигателя. Обороты при выключенных потребителях не должны прыгать, а разница между фактическим и запрашиваемым давлением не должна превышать 10 бар. На этом все, друзья. Удачного ремонта вам и длинного пробега. Надеюсь, мой опыт был полезен для вас. В следующих сериях по обслуживанию Pajero Sport будут видео по замене охлаждающей жидкости с промывкой всех радиаторов и замене сальника коленвала с ремнями ГРМ и балансированных валов. Спасибо за просмотр и до новых встреч! Субтитры подогнал «Симон»